День Крещения Руси День Крещения Русь через церковь обрела все, что сейчас она имеет. Это нашу культуру. Сегодня во всех храмах были торжественные богослужения. С 8 утра в Христорождественском соборе литургию провел митрополит Липецкий Задонский Никон. На причастие в храм, несмотря на будний день, приходили сотни верующих с маленькими детьми. Все молитвы православных христиан в этот день обращены к равноапостольному князю Владимиру. Ведь именно ему более тысячи лет назад удалось объединить разные народы, крестив у древних стен Киева всю русскую землю. Крест и крещение — это наша жизнь, это наше воплощение во Христа, потому что во Христа крестисися, во Христа обрекостиси. Мы поем в церковном песнопении. Обрекаемся во Христа. Для меня это счастье — быть православной христианкой. Я благодарна благодарному князю Владимиру, что он крестил Русь. Я рада, что у нас детки подрастают, такие тоже маленькие православные христианки ходят в храм, и мы их учим добру, любви, терпению, чему учили нас наши родители. Князь Владимир своей жизнью показал примеры для каждого человека, это путь преображения внутреннего духовного очищения. Во многом день, можно сказать, рождения, духовного рождения нашей страны, нашего Отечества. День крещения Руси как праздник учредили не так давно, в 2010 году, но его истоки берут начало еще в 988-м, когда на Руси провозгласили христианство в качестве государственной религии. До сих пор историки спорят, почему Владимир выбрал именно христианство. Существует множество точек зрения, но все они сходятся в одном. Чтобы объединить народ, князь отказался от своих взглядов, а именно языческой веры. В государстве надо было сплотить, и русский народ из разных этносов создаваемый, надо было, знаете, соединить, как вот в деяниях апостолов сказано, чтобы этот народ имел одно сердце и одну душу. И вот он в течение небольшого времени пришел к мысли, что надо принять христианство. Поэтому в чем подвиг этого человека заключается? Он, по сути, пожертвовал верой своих отцов и дедов, то есть той верой, на которой он вырос, и принял христианскую веру, прекрасно осознавая, что именно с этой верой есть у нас перспективы, есть у нас будущее. День Крещения Руси становится все более известным в нашей стране. Его основная цель, как и прежде, сплотить верующих и напомнить об особой исторической дате в жизни славянских народов.